Здравствуйте, меня зовут Андрей Широков, клуб Эпфлер, мы говорим о здоровье. Я только что записал ролик по давлению, и там звучала такая, ну скажем, сноска на одного из докторов в интернете, который сказал, что ну конечно, теперь уже все болезни от нервов. Правда, до этого он говорил, что все болезни из-за отеков, потом все болезни из-за кровоснабжения нарушенного, потом все болезни из-за спазмов мышц, но потом все болезни из-за того, что это четвертый был пункт, из-за того, что на самом деле, ну на эфирном плане получается бак дисбаланс энергии, либо энергии не хватает. И я уже делал ролики о том, что да, это все являются как бы определенные показатели следствия чего-то другого, то есть все это можно найти. На физическом плане и трофика нарушена, и, чтобы не забыть все это, и отек будет, естественно, токсическое состояние, и спазмы мышц, конечно же, раз, ну все в токсинах, и идет и спазмирование. И это, ну вот, теперь как бы во всем виноваты нервы, и напомню, что нервы – это просто волокна, по которым передается сигнал, и этот сигнал как бы идет, по сути, ну официально как бы от мозга там, да, и от метасимпатической системы участвует. Ну а подскажу, что на метафизике, конечно, там идет как бы уже связь чакр, и по сути у нас каждая клетка – это как бы проявленная на физике чакра. И как бы с эфирного плана на телесный план, на физику идут определенные вот сигналы. Ну тогда получается, что да, все, все от нервов, потому что это сигналы построения. То есть у нас кино на экране является проекцией лучей кинопроектора, поэтому, ну во всем виноваты вот эти лучи, все. И как бы и режиссер ни при чем, и кинщик, да, здесь как бы его, мы все это опускаем с вами. Ну, естественно, на это реагируют собаки, потому что начинаешь как бы ставить под сомнение вот эти все как бы полумеры, да, как бы вот, ну вот нашли опять виноватого. И сам внутренний мир человека и проекция этого мира на физику опять вот упускается в целостности. А в этой целостности самое на физике, если уж посмотреть, что нам показывает, что мы внедряем во внутреннюю среду, внедряем четко прививки, лекарства, еду. И это основное, как идет замыкание на физике. От этого мы уходим, как бы посмотрев, что у нас там просто какие-то кровоснабжения, и тут же пошли по энергиям, да. Ну вот если хотите жить на физическом плане, учитесь его, пожалуйста, считывать, что тут реально замыкается, а не так, что просто, да, как бы во всем там вот какие-то нервы, какая-то энергия. На физическом плане тоже у всего есть первопричины. И, ну вот сейчас немножко об атеросклерозе тогда. Вот там упомянули, что атеросклеротические бляшки откладываются из-за малой подвижности сосудов или из-за стрессов. Ну какая должна быть подвижность у аорты? Ну да, она становится, конечно, более жесткой, когда она инфильтруется кальцинатами из-за термически обработанной пищи. Или, например, там идут какие-то воспалительные процессы из-за того, что закислена среда, и, значит, идут и паразитарные процессы, там могут идти по внутренней оболочке вот той же аорты. И, значит, или, например, по крови текут всякие минералы осаждённые, да, опять же из термически обработанной пищи. Или просто аураты, фосфаты, аксалаты, а аураты из сырой икры будут, например, и фосфаты тоже. И всё это ранит оболочку, ранит как бы внутреннюю стенку артерий. И причём пляшки – это просто защита уже на вот как бы изъязвлённую поверхность. Причём, ну, как бы всё можно, конечно, списать, что просто мало подвигались, и сосудики как-то вот за… слишком как бы застопрились, да. Вообще-то вот идёт, по сути, их убийство этих сосудов тем, что внедряется во внутреннюю среду. И, ну, тут и даже из стресса в атеросклерозе виновата. Ну, их теперь можно запескнуть куда угодно, нервы, стрессы, всё. Ну, как бы опять же, если имеется в виду сигналы тонкого плана на физику, о том, что ты недоволен жизнью, что-то всё не так, и тебе это зеркалит, и ты в противовес этому пытаешься опять заесть когда есть эта патогенная пища, то да, тогда виноват стресс. То есть, команда, а ты её неправильно считаешь. То есть, неправильно считанная команда из внутреннего мира, да, Вселенной. Тогда это стресс, тогда это нервы, как передатчики. Но, вот, как бы надо смотреть, а что человек делает на физическом плане, что у него, вот, идёт ухудшение этих недов, да, точнее, как бы ухудшение состояния с теми же сосудами. И, как бы, то, что идёт информация, ну, стресс и нервы, то есть, имеется в виду явно, что идёт информация. Ну, так а что же информационно идёт не так, что человек на физике замыкает, помещает в себя то, и лекарства, и пищу, и, может, и вакцины всякие делает, то есть, там, внедряет на внутреннюю среду, чёрт-те знает что, что вот он на физике, это всё ухудшается. И, как бы, здесь нас всё время уводит, уводит от считывания, вот, как это на физическом плане происходит, и, хорошо, и погружение во внутренний мир. А пока человек, опять же, продолжает это делать, вот, ухудшает состояние своих тех же сосудов, и получается, что это проекция того, что он ничего не изменил в первопричине внутри. Ну, он будет, хорошо, бросаемся силой, энергию там пытаемся повышать, то есть, адаптационные возможности. Сосудики будем как-то там мять, ну, БАДы какие-то будем применять. Конечно, это мы улучшим временно ситуацию. Но, рано или поздно, адаптационные возможности всё-таки иссякнут. Поэтому пока исцелить, точнее, излечить, залечиванием, даже какими-то процедурами, не получается. Только вот, ну, временно какое-то облегчение. Вот, ни с кем не хочу спорить, просто вот показываю, что опять уходим от более глубоких причин, и от целостного взгляда и осознания, ищем каких-то отдельных виноватых, и получаются, ну, такие смешные вещи, что как бы атеросклероза, аорты просто мало подвигались. Ну, естественно, если побольше двигаемся, и получше кровь течёт, всё понятно, это адаптация. Но двигаться мы можем тоже в рамках физиологических своих возможностей, потому что чрезмерные там спортивные нагрузки они убьют у здорового, да, это известно. Поэтому, ну, вот как бы по... Здесь опять было на примере атеросклероза подсказка, что давайте не входить в какое-то вот такое безумие, что во всём всё, нервы, стрессы, всё кто-то там один виноватый, и главное, что там до него особо не добраться. Ну, вы будете успокаиваться, конечно, там психозоматика улучшится, да, и это очень хорошо, если вот мы будем работать именно в том числе по стрессам, но не через заедание их тем, что сделает стресс ещё сильнее на физическом плане, да. Пока основная масса населения вообще по земному шару сейчас заедает стресс еду и патогенный. То есть отравляет себя, тем самым как бы идёт отключка, и из тела не выходят как бы программы. То есть не выходят токсины, на тонком плане программы не вылезают наружу в сознание, на активную оболочку сознания, чтобы ты это отработал. Буду всё время к этому возвращаться, потому что это, ну, такой очень важный камень преткновения, и здесь он, путь, не то чтобы он ложный, он просто, ну, это, получается, место исцеления будет борьба с самим собой. А борьбу с самим собой ещё пока никто не выиграл. Андрей Широков, Клуб Эфлер, природа целительная. www.effler.ru До скорых встреч!